Прямой эфир, первый национальный телеканал Эра. Мы продолжаем. Я хочу вам сообщить, уважаемые зрители, что 21.25 во вторник на первом национальном Шустерлайф Адреналин мы будем говорить о трагическом ДТП в Запорожье. Погибла девушка. Ей был 21 год, через две недели она должна была выйти замуж. Почему эта авария приобрела такой резонанс в стране? Это мы расскажем во вторник 21.25. Юрий Бойко, вице-премьер в правительстве у нас в прямом эфире из Давоса. Я хочу сразу, так как это первая программа 2013 года, мы попрощались, когда еще было старое правительство во главе с Николаем Азаровым, сейчас новое правительство во главе с Николаем Азаровым. И вот как оно выглядит. Значит, первый вице-премьер Украины был Валерий Харашковский. Он занимался евроинтеграцией. Его сменил Сергей Арбузов, ранее занимавший должность главы Национального банка Украины. Также появились в правительстве три новых вице-премьера. Ну, Юрий Бойко, мы его слышали и видели. Это один из новых вице-премьеров. Александр Вилкул, экс-глава Днепропетровской областной и государственной администрации второй. И Константин Грищенко, который был министром иностранных дел, ныне он вице-премьер в правительстве Николая Азарова. Хотя мы понимаем, что правительство формирует президент страны. Вместо государственной таможенной службы и государственной налоговой службы создана новая структура Министерства доходов и сборов. Возглавил Александр Клименко, экс-глава налоговой службы Украины. В общем, это такое суперминистерство. Если в первом правительстве первопрезидентского срока президента Януковича суперминистерством было Министерство инфраструктуры, я понимаю, что это в связи с проведением евро, то сейчас суперминистерство это доходов и сборов. И у меня вот в этой связи вопрос к Юрию Бойко. Если Вы сказали, что в Давосе обсуждалась необходимость реформирования финансовых институтов, то есть банков в основном, в 2013 году, вот как Вы считаете, этот новый состав правительства говорит ли о том, что для Украины это очень важный вопрос, и это произойдет в 2013 году, именно финансовая реформа? Безусловно, реформирование экономики является ключевым моментом работы нового правительства. И если для Европы модель, которая выработана уже новым составом правительства, не в новинку, то для нашей страны это новое. Что мы сделали на сегодняшний день? Сегодня правительство разработало программу, отобрало 10 приоритетных направлений развития отраслей, которые по разным критериям дадут наибольший эффект при развитии их. По открытию рабочих мест, по росту промышленного производства, по налогообложению. И это начинает авиастроение и заканчивая судостроением. Те отрасли, которые традиционно у нас были сильны, в какой-то период они испытывали недостаток в финансовых ресурсах, испытывали недостаток изменений законов. Так вот, отобранные 10 приоритетов, создается банк развития, который будет финансировать развитие вот этих приоритетных направлений, своего рода кластеров. И по этому пути шли многие европейские и азиатские страны, которые достигли существенного порыва экономики. Этот путь выбрало правительство, разработана программа и реализация начнется в ближайшее время. Поэтому мы идем, как сейчас модно говорить, с тем же трендом, который идет Европа и мировая финансовая система. Мы выбираем приоритетные направления, даем туда поддержку. И эти направления, как локомотив, выводят всю экономику на новый уровень. Вам вопрос от Анатолия Гриценко, пожалуйста. Игорь Анатольевич, может быть, вы знаете вопрос, которое я вам задал. Оно называется, условно, «Вишки Бойка». В Давосе, где вы сейчас перебываете, ключевыми меседжами, слоганами, иде рефреном через эти дискуссии, прозорость государственных финансов, экономия бюджетных ресурсов. В связи с этим вопросом, когда вы были министром Павлово-Энергетики, под вашим керівницей, в сфере управления, державная компания «Чорноморнафтогаза», закупила дві самоплавных боровые установки. На каждой из них, и это уже доведено журналистскими расследованиями, не прокуратурой, которая сейчас претензирует Тимошенко, кинула все свои силы, а журналистами, с вказанием, рахунками и все. На каждой из них переплачено по 150 млн долларов. В целом, втрата для держави склала майже 3,5 млрд грн. Тендер, который проводился в вашей сфере управления, в нем взяли участь дві начебто компании, одна британская, одна новозеландская. Одна из них победила. Но в ухо их встречается в Украине. Сайт компании, которая победила, был зарегистрированный и сделан в Киеве, в Киеве, на ЛЕПСе, за два недели до начала этого тендера. На цьому сайті компанія, которая получила по 400 млн долларов, немає навіть жодного службового стаціонарного телефону, тільки мобильного. Навіть эти фотографии самоплановых бюроевых установок на иноземных педагогических компаниях, названных товар 1, товар 2. После этого, когда уже выяснилось, что даже люди, которым выяснили сотни миллионов долларов, они про это не знали. Уже латвийская прокуратура занимается этим. Возвращение к главе СБУ, прокурора Шонки, до премьера не дали жодного результату, только письмо и подписки. Чи может сейчас вы, с высоты уже такого аптечного польота, вецепремьера в новом статусе, наведете порядок своему колишнему министерству и повернете эти 3,5 млрд грн державе? Дякую. Дякую за очень интересное вопрос. Вы знаете, я уже слышу эту сумную историю про двух латвийских бомжей, которые через Сингапур, через весь мир, даже пройшивши сомалийских пиратов, протачили эти самоплановые бюроевые платформы до Украины. И, вы знаете, мы специально, когда проводили тендер на закупьевле бюроевых платформ, пригласили всех журналистов, и все эти тендеры проводили в открытом эфире. Мабуть, вы знаете, что после проведения в открытом эфире и показа всех документов журналистам, много вопросов были сняты. Но я хочу сказать, что эта история научила нас многому. Перш за все, мы теперь знаем, что мы должны более открыто проводить все тендеры. Это не старкается только одними компаниями. Практически все тендеры и все закупьевли, которые проводятся в галузе энергетики, проходили открыто-прозоро за участью журналистов, за участью всех, кто хотел бы присутник на них. А что касается самих платформ, то они сегодня делают действительно реальную справу в повышении нашей энергетической независимости. Потому что с использованием их мы только следующего года дадим майже миллиард кубов газа для населения, а еще через два года мы будем выдачивать газ больше в Черноморском шельфе, чем все страны наши соседи вместе с ним. Мы будем выдачивать приблизительно 4,5 миллиарда, при том, что все страны, начиная с Румунией и завершившись Турцией, суммарно добудут только 3 миллиарда. Поэтому работу мы будем проводить, мы будем делать ее более открыто, для того, чтобы не возникало этих вопросов. И мы будем делать таким образом, чтобы наша энергетическая независимость чувствовала каждый человек. Потому что этот газ, он идет для населения. Это газ нашего собственного выдача, который мы весь продаем населению за достаточно комфортными для людей ценами. Спасибо. Анатолий Гриценко, вы... Юрий Анатолиевич, я когда-то тоже захищал диплом и диссертацию, и так же артюльники учили. Если ты не хочешь ответить на вопросы, а не знаешь ответы, переконливо ответить на другие вопросы. Я не это вопрос, не про вопросы энергетической независимости, и, че нужны, или установки. Я говорю про другие, что на каждый из них переплатили по 150 миллионов долларов. И, если вы, как вице-премьер, сейчас инициируете расследование в своем окончании министерствии, чтобы вернуть эти деньги людям? Вот суть вопроса. Так или нет? Мы не только инициировали расследование, если вы помните, мы дали вам ответ по журналистскому расследованию, на котором показали, куда пошли деньги. Но даже не это главное. Если можно не верить чиновникам, то мы привлекли американскую компанию «Халібартен», которая проведена в мире по боровых платформам, запросили их, и то, что вы меня просите сделать, провести расследование, мы уже давно провели. Мы провели, запросили американскую компанию, которая провела власное расследование, показала нам, как были потрачены деньги, и я готов дать эти материалы вам, если вас особисто их разглядеть. Мы их предоставили журналістам, они их подивились, и подивились все результаты, и мы вам обязательно их направим, чтобы закинчить уже эту инсинуацию. Андрей Ильенко. Пане Бойко, хотелось бы запитать в контексте обеспечения энергетической независимости. Эта сумная история, ну она смешная, но на самом деле она сумная история с лижным инструктором, с которым был подписан величезный контракт в присутствии высшего руководства нашей страны, и это было действительно посмешившище на весь свят. Ну, это вы, как тогда профильный министр, напевно, тоже маете какую-то ответственность за это. И, власне, че посприяло сместнению украинской энергетической независимости то, что действительно стратегично важливый для нас, для виживания нашей страны проект щодо скрапленого газа, щодо терминала, который может принимать скрапленый газ, он был полностью дискредитованный. И чи это не была просто спецоперация иноземных спецслужб для того, чтобы знищить возможности для диверсификации джерел для нашей экономики энергетичной. Это, по-перше. По-друге, дайте, пожалуйста, чуткую, зрозумілую ответственность. Газ, который вы добиваете, природный газ, который вы добиваете в Украине, чьи он идет на потребы населения, и чему, если так, то чему такая высокая цена его для населения, хотя мы можем его целиком продавать за пильзовыми умовами для населения. И чи не продается наш украинский газ за кордон, разными основными компаниями, а наши люди споживают дорогий российский газ. И третье вопрос. Что до контракта с компанией Shell о сланцевого газа. Сейчас очень много инсинуаций о том, что свободы занимают неправильную позицию в этом вопросе. Мы однозначно за энергетичную независимость Украины, мы за диверсификацию джерел, мы за то, чтобы нарушить видопыток властных энергоносов и быть независимыми в этом вопросе. Но есть очень много вопросов, которые вызывают серьезные подозрения. Это вопрос о экологических последствиях, в принципе, бурения, или не бурения, а видопытка этого сланцевого газа. Это вопрос о корупционной складовой этого вопроса. Это, что уже есть информация, что колоссальная корупционная складовая в этом контракте. И третье вопрос. Что, в принципе, мы можем говорить про серьезность этих вещей на фоне этих скандалов с вишками, с лижными инструкторами, с непрозорим использованием нашего газа в властном видопытке. Дякую. Давайте начнемо с последнего вопроса. Наши люди сегодня споживают газ в комфорках и для властного споживания за цинами, какие они нижние не только на территориях Европы, про это уже даже мова не идет, а какие они нижние, даже нижние наших соседей в России. Потому что, если взять пояс Брянск, Тула, где мы находимся, если посмотреть, сверху вниз, то у нас вартость газа для населення ниже, ниже вартость газа для населення, яке живет в этих районах России. Если брать там ближние районы, где я мало, то, естественно, у нас приблизительно однако. Поэтому населення в нас споживает газ за вартостью приблизительно 700 гривен, это ниже, чем 100 доларей. США так же, как и российские споживатели, которые живут на той же широте, как и мы. Поэтому все инсинуации стосовно того, что населення споживает дорогий и импортованный газ, это не правда. Газ, который у нас в стране, он идет, все 18 миллиардов кубиков идет на потреби населення. Другое вопрос. На жаль, действительно, у нас Агентство по национальным инвестициям было не готово до масштабной провокации, которая была проведена по отношению будьемництва терминала. Потому что очень много было попыток остановить будьемництво, но я хочу сказать, что никакого отношения до терминства будьемництва терминала угода, которая была сформирована из известных причин, не имеет. Потому что у нас эта угода стосовалась второй черги терминала. А первая черга, власне говоря, угода, которая была подписана с американской компанией Accelerate Energy, она имеет на себе аренду плавучого терминала, это современная технология, и не строительство, а установление его поблизу Феодосии, або Одессы, мы сейчас смотрим, где будет швидше. Поэтому мы не потеряли когда начали эту работу и мы продолжаем и я вважаю, что наступной осени мы будем мать уже кинцевый результат этой работе. У нас будет стоять платформа так называемой технологии СФРУ американского походжения и будут готовы танкеры и подойти до нее. И второе вопрос, которое было в вашем выступе стосовно компании Шелл и экологичных проблем. Я уже сказал в своем выступе, может быть, вы затринялись и не слышали, что главное сегодня для компании, которая приходит с таким масштабным проектом, который, на жаль, в многих краях Европы был остановлен из-за позиции людей, населения, которые не знали реальной ситуации. Главное, чтобы эта компания спочатку начать работу, провела разъясненную работу с людьми, показала все переваги, все экологические проблемы, которые могут быть и как будут они решены. Показала всю картину для того, чтобы громада, которая живет на этой площади, четко понимала, что там будет делать и что там будет действовать. И это завдание сейчас перед компанией вместе с урядом провести такую работу. Дякую. Сергей Пашинский, пожалуйста. Попробую. Знаете, пане Бойко, я когда вас слушал в этой частине, когда вы рассказывали, что вот вы наконец прямые вырубили, кластеры придумали, и вот завтра все начнется. Вы знаете, такое впечатление, что я попал в машину часу, потому что ревно три года тому в этой студии стояли про которые так много рассказывали. Я часто езжу по Одесский трассе, она до евро была. Еще весна не наступила, а она уже снигом. Дождь пішла, она уже снигом. Это цена инфраструктурного проекта. Падение виробничества в прошлом году, в 2012, спевставное с падением виробничества в 2008, когда началась света финансовая и экономичная кризис. А нам снова рассказывают, мы сейчас возьмем еще деньги в борг, купим еще вишок, и что еще в кластере там пробуем, и все будет хорошо. Можливо, знаете, есть такой старый одесский анекдот, когда, знаете, в одной остановке лежка меняли, да? Можливо, уже пора персонал поменять. Ну, на жаль, я навіть відповісти не могу, потому что связку нема практически. Я щось чув про Одесску трассу и все. Что мешало всі ці програми, про які ви говорили, які ви анонсували в квитні 2010? Не не перебувають, тому що мне не чути взагалі. А, ну, тогда, если не слышно, хорошо, да, не слышно, скажіть мене, хороші Относились они к украинской эмиграции в период между двух мировых войн и в коммунистические годы здесь существовало объединение украинцев. Неудивительно и то, что украинцам предоставляется в нынешнее время политическое убежище, правда при условии отказа от политической деятельности, которая могла бы каким-то образом нарушить межгосударственные отношения. Это нормальное явление, нормальная ситуация. Что же касается Юлии Тимошенко, то здесь важно понять, наверное, скорее украинским властям, чем международной общественности. Разумеется, этот поворот темы, очень крутой поворот темы обвинения в заказном убийстве может повлиять на отношение мира к Украине. Другое дело, таким образом, до сих пор отношение к делу Юлии Тимошенко было однозначно отрицательным. И не только потому, что вообще уголовное преследование бывших политиков, совсем недавних политиков считается в Европе делом крайне редким, крайне редким. Но скорее даже потому, что суть предыдущих обвинений представляется малосерьезной. Подписание соглашения о поставках российского газа, невыгодного для Украины, которое сами россияне каким-то образом опровергают, то есть невыгодность опровергают, это не серьезно. Убийство это нечто гораздо более серьезное. Но для того, чтобы убедить мир в том, что Юлия Тимошенко объект недостойный уважения, разумеется, украинским следствию и суду придется выполнить какие-то предварительные условия. И таким условием, конечно, не является всего лишь проведение суда, не является всего лишь проведение следствия и представление каких-то документов или каких-то постановочных фильмов. Очень важно здесь добиться того, о чем здесь представители правительства Украины несколько раз упомянули. И это повышение градуса, если хотите, открытости, прозрачности этих процессов на Украине. Потому что суды следствия, разумеется, это не техническое дело, это не только вопрос каких-то манипулятивных технологий. А здесь в предыдущей части вашей передачи один из представителей прокуратуры предпривел любопытный пример того, как пленки Мельниченко повлияли на ощущение, на восприятие населения Украины. И уже ничего нельзя было дополнительно объяснить или разъяснить. И это действительно так и это самое важное, честно говоря. Справедливость не вершится в коридорах власти или в коридорах суда и следствия. Она должна быть в головах людей. Люди должны поверить, что суд независим и справедлив. Если этому поверит украинцы и если этому поверит международное общественное мнение, то, разумеется, Украина выигрывает. Выигрывает она как в глазах мирового сообщества, так, наверное, и в глазах собственных жителей. Вот удастся ли это, это вопрос, на который из-за рубежа ответить невозможно. Но это абсолютно условие, которое нельзя каким-то образом обойти. Без соблюдения этого условия и без вообще привлечения общественного мнения на свою сторону, что требует усилий правительства, кстати говоря, по работе с международным общественным мнением, с журналистами, международниками, работающими на Украине и за рубежом. Это то, что сейчас в мире крайне популярно и называется мягкой дипломатией или публичной дипломатией. Это Украине придется собственными силами осваивать сейчас. Спасибо, Ефим Фиштейн из Праги. И я приглашаю к микрофону, мы возвращаемся к нашей теме, Виктора Пинзенека. Итак, Юрий Бойко говорил из Давоса о том, что 2013 год это год реформ финансовых институтов. Правительство новое, реально, потому что вице-премьер сегодня, бывший глава Национального банка, создано Министерство сборов, мегаминистерство. Значит, Украина идет, то есть украинское правительство идет в пути наведения порядка в финансовой сфере? Как бы прорезь страны визначался к количеством перестановок министров, объединением, разъединением, скороченным персоналом, сближением персоналом, то мы, мабуть, были наибольшую развинутою краю и святой. Я вообще не понимаю, что это Министерство створено, Министерство доходов и сборов, потому что органы, которые собирают податки, не может, который собирают податки, вырублять политику. И такого министерства вообще места нет. Мне тяжело судить о персональном составе, потому что, на жаль, в лучшем случае, это черные ящики. Там не возможно засунувать позиции, думку, потому что я боюсь, что самі авторы, самі люди могут так приховать позиции, что не видно их. Если мы слышим 2 минуты выступы главы Национального банка в парламенте, больше не дают про это сказать, то, безусловно, про это судить, про погляди люди не тяжело. Но я бы не хотел остановиться на этом, я бы хотел все равно говорить о проблемах, которые стране нужно решить. Потому что за эти четыре года, которые мы втягнулись в очень непростые ситуации, мне не стало спокойно. Правда, у нас такое ощущение, что нас эта криза не зачепила, как-то всех зачепила, а у нас нет. Если посмотреть, что лихоманит мир, я бы хотел бы голосовать на это, что это за грозой второй этапа кризи. Греция, например, классическое явление. Не только Греция. Лихоманит, проблемы Греции делают суверенный або государственный борг. Вернемся теперь на нашу грешную землю. Стверждаю, что центральной главной проблемой, которую мы не позволяем смотреть спокойно в будущее, это государственный борг. Стримко наростающий борг страны. И его причина – это дефицит бюджета. Дехто пробует сравнивать, что у нас в Греции, например, борг 180% ВВП. В Украине здесь 35% по подсумкам этого года. Но в Греции этот борг делался десятками лет. В Украине этот борг сделан. Шесть раз взрос борг за последние пять лет. 89 миллиардов было на начале 2008 года. Сейчас 515 миллиардов гривен. Но проблема не только в этом. Проблема в том, что основная часть нашего борга является коротким боргом. На отличие от других стран. А кроме того, нужно не забывать еще одну проблему. У нас большой объем. Какие из внешних боргов не урядового характера. Бо Греция, например, в еврозонии. Мы не в еврозонии. У них нет такого понятия, как из внешних боргов. У нас из внешних борг Украины складывает 132 миллиарда долларов. Это еще 70% ВВП. Мы неминуче мали стыкнуть с проблемой, которую уже получили. Цего года она будет нарастать. Неможливость обслуговывать борги. Цего года, если вы взгляните в бюджет, на сплату от сотки требуется 31 миллиардов гривен. На погашение 35, вибачте. На погашение боргов 81. Это только расплата за грехи минулих годов. Это 116 миллиардов. Кроме того, бюджет этого года поместит грехи этого года. Потенциальная дырка этого бюджета – 100 миллиардов гривен. Скажите, пожалуйста, кто нам позичит такую сумму грошей? И мы уже видели минулого года по втрате валютных резервов, что мы не можем позичитить такую сумму грошей. Грецкая экономика, например, падает уже шестый год подряд. Мы пока, возможно, из этого года, минулого года не падаем. Пока еще в минусах украинская экономика находится. Грецкий уряд делает непростые решения. Бюджет этого года сфален с профицитом, с надлежкой. Украинский бюджет этого года, я уже нагадаю еще раз, с дыркой – 100 миллиардов гривен. И последнее, важливее, что я хочу сказать. Греция сходить с этой плохой дороги. Можете, вы видели недавно рейтинг стандартен пурс. Вперше, я не слышу в святой практике безпрецедентное явление, на шесть шаблев подняли суверенний рейтинг Греции. Больше того, прогресс позитивный. Мы никакой дороги не хочемо зайти. Тому я закликаю уже не вкотре. Досить випробований. Не треба, чтобы ждать, пока проблемы заострятся. Они у нас не пролезли, не вышли в форме, в которой вылезли в других странах. Например, в Греции. Не треба этого допустить. И страна первый шаг должен сделать. Переглянуть бюджет, сфалить его без дефицита. Мы должны перестать жить в борху. Так, давайте мы назовем эту часть программы, эти пять минут, пятиминуткой партии «Удар». Потому что из Давоса Виталий Кличко. Добрый вечер. Виталий, мы слышали достаточно положительную оценку со стороны вице-премьера Юрия Бойко о том, что произошло вокруг Украины в Давосе. А вот что вы почувствовали? Добрый вечер. Я хочу поприветствовать студию, гостей, зрителей. Все события, которые проходили сегодня в Давосе. Огромный интерес всех стран. Представители политики, представители бизнеса. Обговорение всех проблем, которые на сегодняшний день не усвитит. И как мы можем эти проблемы решить. И мы не могли не обойти на сегодняшний день. Сегодня украинский ланч, где обговорили проблемы Украины. Было много представителей Захода. Были представители Росии, Европы, Америки. И всех интересовали все проблемы, которые есть в Украине. И как эти проблемы Украина будет решить в ближайший час. Дискуссия была интересной. И одно, хочу сказать, что было много людей. И такой большой интерес к Украине, он остается. Я не первый находюсь тут в Давосе. И могу сказать, что это позитивные знаки. Ну а как этот интерес конвертировать в инвестиции? Повторите, пожалуйста. Ну вот вы говорите, высокий интерес сохраняется к Украине. Я говорю, вот как капитализировать этот интерес, то есть превратить его в инвестиции, в страну, в экономику Украины. Вы знаете, что на сегодняшний день, чтобы решить проблемы, нужно знать причины этих проблем. На сегодняшний день мы говорили про проблемы, которые есть в Украине. В Украине есть большие проблемы, падение виробництва. В этом году мы должны повернуть много миллиардов долларов. На сегодняшний день много инвесторов идут из Украины. Мы говорили про проблемы миллионов украинцев, которые живут за чертою бедности. Дві третины украинцев на сегодняшний день говорят, что Украина рукается не в тому направлении. Питание, что может в сегодняшний день украина решить эти проблемы, которые стоят на сегодняшний день перед Украиной, перед украинцами. Використовывая те методы, которые на сегодняшний день используются, коррупция, свавилия, выборково-правосудие, это отштовхивает Украину на узбежье, это отштовхивает Украину от Украины Европейского Союза. И эти проблемы проговорились. И на сегодняшний день поднимались вопросы, а каким образом мы можем развивать? Мы должны двигаться на Схид, на Захид. И эти вопросы поднимались. И, висловлюсь, вопрос всех присутствующих в аудитории. Было такое интерактивное опитывание, в котором 57% людей, которые были присутствием на украинском ланче, выяснили свою думку, что Украина должна связывать свое будущее с Европейским Союзом. С всеми стандартами, которые есть в Европейском Союзе. Во-первых, это развитие экономики, сучасные экономики, экономики ревних возможностей. И это европейский направление. Это, соответственно, стандарты жизни, которые есть в Европе, и связаны также с экономикой. Ну и, во-первых, это самое главное, что есть, и что подкреслось, это ключевые ценности, это повага до человека, это свобода слова, это поддержка прав и защита интересов каждой человек. И других думок на этом поводу не было. Там, висловились вопросы, на сегодняшний день дискутировали. Чи мы идем на сегодняшний день? Как мы можем решить проблемы? Это проблема Украины дешевый газ. Но дешевый газ, на жаль, на сегодняшний день не может решить проблемы отсталости технологий. Чи может быть, может решить проблемы в Украине сильная рука? Мы уже бачим, что влада не способна решить эти проблемы. И концентрация, диктатура – это, знаете, заморожение, это консервация того режима, который может быть. Это концентрация влади, ресурсов біля одной персоны, біля оточения цей персоны. И сильная рука не может решить проблемы. Багато думок было и висловились в том направлении, чьи может быть митный союз, может, в суд до митного союза, может решить проблемы, которые на сегодняшний день есть в Украине. В Украине доводились деякие цифры, но мы должны думать в этом направлении, не тактично отрабатывая короткостроковые дивиденды, мы должны думать стратегически, что мы можем отрабатывать. Это от совпрости, от европейского направления. И, в первую очередь, это современная экономика. Это экономика ревних возможностей. Это конкуренция. И я уверен, что в Украине нема другого направления, как европейский направление развития государства. Это было еще раз подкраснено, что хочу обратить представители владельца, также подтвердили представители опозиций. Но одно хочу еще раз подкраснено, то, что одна справа декларировать, это другая справа, делать конкретные кроки. И у нас на сегодняшний день есть чуткий план. Чуткий план реформ в Украине. Цей план есть. И цей план – это подписание угоди про співпрацю с Европейским Союзом, это про зону вільної торговли. Но и эту угоду мы должны подписать уже в этом году. Спасибо, Викторий Кричко, это у нас сателлит без припинения. Время сателлита закончилось. Сегодня по инициативе Виктора Панчука прошел в Давосе так называемый украинский ланч, о котором нам рассказал участник ланча Виталий Кричко. Спасибо ему за это. И после короткой рекламной паузы мы продолжим. Прямой эфир. Первый национальный телеканал «Эра» мы продолжаем. Виктор Пинзенек у микрофона. В студии новые гости. Ну, как бы, не первые минуты, но новые, хотя вы не знаете о нашей аудитории. Рожденные в Украине. Все ребята, которые родились в 92-м и дальше. А это родившие в Украине. Но они не родили детей, которые остались дома. Они родили вот этих. Вот ровно этих. Вот это дети, а это их родители. И я все время смотрю, где у них не совпадают позиции. И пока вот я такого яркого ничего не увидел. Извечный конфликт отцы и дети. Извечный. По классику. Ну, отцы и дети, но чтобы в студии было 50 и 50. А спросите, кто тебе дал классику? Откуда это? То есть это... Отцы и дети. Вы меня спрашиваете? Нет, задайте вопрос в студии. Ну что я тут им устраиваю школьный экзамен? Савик. Знаете ли вы, что Тургенев автор отцов и детей? Скажите, да. Савик. Когда вы сказали, что это дети, а это люди, которые их родились, и ты прозвучала на свою голову просто. Вот и все. Они знают, кто написал. Я с твоей мамой позвоню. Она дивится. Так вот скажите, пожалуйста, вот если то, что вы говорите, не произойдет, да, не сделает Украина, как Греция, да, не откажется от этого долга, да, не начнет реформы государственного сектора, не будет сокращать расходы, что будет? Гадать тут не нужно. Знаете, я не хочу, чтобы... Очень часто я слышу, я сам святок таких разговоров, что чудо нужно искать. Есть элементарные, четкие задачи. И они решаются единственным образом. Я утверждаю, что Украина сделает это. Единственное, что это сделается в нормальных условиях, или эти условия заставляют делать, как это сделала Греция. Греция десятками лет раздавала на лево, на право, что не было право раздавать. Приперло так, что довелось принимать решения, которые я не позазриваю. Я бы не хотел, чтобы мы дійшли до таких решений. Я 4 года закликаю до этого. Я закликал этого не сделать. Это уже сделано. Это теперь нужно исправлять. Всегда есть возможность исправлять. Чем быстрее это начать, тем быстрее будет. Мы сейчас так делаем, что страна не имеет инвестиций. Мы можем 100 законов принять. Я смотрю, мои коллеги сейчас относятся, что 100 законов меня аж бесит от этого. За создание новых рабочих мест. За инвестиции в украинскую экономику. Они же не появляются от закликов. От того, что закон принимают, рабочие места не появляются. Чому нам инвестиций нет? Нема проблем затягнуть инвестиции. В Украине полно грошей. 200 миллиардов гривен только в гривни находятся. Я не говорю, сколько в доларах. Чому люди не вкладывают? Бо боятся. Есть причины этого страха? Есть. И пока эти причины страха не будут усунуть, то можно бить себя в груди. Можно плакаты вишать. Можно 100 тысяч законов принимать. Проблема в причинах и наследиях. Если мы заберем эти причины, то нам будут зазряты все страны света. Но в ручном режиме инвестиций не притянешь. Знаете, если президент будет ездить в Давос каждый раз за одну инвестицию, это добрая и хорошая инвестиция. Но эта инвестиция единственная не рядует страну. Треба, чтобы каждый украинец не боялся в своей стране инвестировать в разные формы. Знаючи, что он не тратит деньги. Я думаю, что вы согласитесь, что каждый уряд протягом 20 лет за чутким планом должен был проходить реформирование этой страны. Тогда был бы результат. У нас должен был появиться, в конце концов, свой украинский бальцирович, который сделает решительные кроки. И потом мы почувствуем последствия такой реформы. У вас зараз прозвучал такой выслов, который люди оценили аплодисментами. Треба скоротить дефицит бюджета. Багато чего сделать. Зокрема, скоротить дефицит бюджета. И тогда мы, как Греция, поступово будем выходить из кризи. А Греция, скоротивши дефицит бюджета, чтобы вы понимали, что это такое, это сменшили пенсии, социальные выплаты. То они вышли на улицу. Они же не вышли на улицу, что им что-то не додали, в них забрали. Дійшло до того, а я вам скажу, это объективные процессы. Нам нужно людям честно сказать. Не приховывать, знаете, за такими гарными упаковками. А люди выходили и ели не как бомжи, а брали допомогу просто тем, что харчувались на улице. Им подавали все это. То есть я веду разговор, что политики должны честно говорить, что сейчас приезжает в понедельник у нас миссия, новая миссия, Международный валютный фонд. И нам нужны кредиты, хотя бы перекредитировать. Но Международный валютный фонд снова же каже, а поднимите тарифы на газ для населення. Они же требуют. А по курсу гривни, отпускайте какую-то гривню. Нам нужно честно сказать. Тогда люди не будут так аплодировать. Но нам нужно объяснить им, что кроки сделаны как с боку государства, так и в солидарности с гражданами дадут выход. Вот сейчас у нас перед этим, я просто, вы не были присутны, было голосование, что хотите вы жить и работать за кордоном. Батьки, по-моему, 60%, так, кажут, чтобы эти дети ехали за кордоном. Нет, 40% говорят. А ехать-то нема куди. Обелиск уже приехал в Россию. Там 18 млн безработных. Там сьогодні за 10 лет на высший процент безработица, увеличение и цены на жизнь, и инфляция, и так далее. Нам нужно в Украине створить условия. И когда я слышал, что у Виктора Кличко есть план, то я думал, что давайте цей план и будем разом реализовывать. Бо вихід ситуации, Віталя, это не завдание только тех, кто в большинстве. Это завдание и опозиции, и влади, которые складывают цілісный механизм. Потому что только в Европу, поверьте мне, это не вихід. Нам нужно закона менять, бороться реально с коррупцией, с поборницей с этим, сменшивать количество регуляторных актов, и тогда мы будем мать результат. Но это спальное завдание. Мы можем меняться, но, наконец-то, все равно эту работу мы будем делать. Тогда давайте говорить честно, называть речи своими мнами, а не говорить, что дефицит скорочен. Говорите правду, так как говорит лекарь, когда видят, что есть рак, что нужна операция, что нужно говорить пациенту честно, потому что иначе будут наслідки сложные. Вот есть вот такой подход. Я думаю, вы его потребовали. Спасибо. Бог даровал мне 4 года возможности побути в нормальном людском среде. Я не был ни в Ураде, ни в Верховной Раде. Доля закинула меня снова в Верховную Раду. Побачил я законы. Яки я законы побачил? Что пхается сейчас в парламенте? В парламенте больше законов. Никто не должен работать. Ни за что не нужно платить. Пенсии будем призначать, еще не родившись. Только не知, что мы будем споживать. Ливизна домінующее появление в украинской политике. Не працюйте, ничего не делайте. Но будем жить, как в Франции, Америце. Знаете, я всегда экономист и оперую программатическими вещами. Мы вырабатываем 30 тысяч гривен валов внутреннего продукта на душу населенного в год. Я сейчас не защипаю проблему распределу, не справедливости распределу. Тут есть проблема, но это средняя величина. Вот объясните мне, че хай кто-то скажет, как можно спожить 60, когда мы вырабатываем 30? Где правда? Это честная политика? Для того, чтобы спожить 60, вы створите умовы для взрослого экономики. Но, пане Авлийне, вы знаете, я не минист финансов стою сейчас. Вы мали право этот докер мне кидать, когда я был министом финансов. Я сейчас не в уряде, я в опозиции находюсь. Тем не менее, я готовюсь сказать много вещей, о которых вы не хотите только говорить. Я не маю на увазе вас. Потому что, на самом деле, законодавцем МОД должен быть уряд. Если семья опинилась с проблемами доходов, то ни одна украинская семья не позволяет расти себе в борг. Кто позволил великую украинскую семью тянути в борг? 35 миллиардов гривен только на проценте платим. Это деньги на витр. Это два армейских бюджета. Вместо того, чтобы армию отримать нормально финансировать. Безумовно, первую речку нужно сократить. Скасовать офшоры. Достаточно по ризно роду офшора приховывать доходы. Это не маленькая сумма. Другой, рациональное использование денег. Починать нужно с себя. Тут вопрос не в сумах. Препинять строить міжгирь, ризно роду площадки и так далее. Скасовать пильги депутата. Безумовно. Это не сможешь. Не сможешь. Я скажу и про газ. Знаете, когда я слышу, что премьер МИЗ говорит, что не нужно принимать цену на газ, я этого не понимаю. Почему я за газ маю платить? Почему за меня за газ маю платить и другая человек? Я способен платить за газ. Вы знаете, что бедные люди захищены субсидиями. Как бы вы их не подняли в несколько раз цены, они люди захищены. А мы датуем через систему цены. Система цены всегда полезна бедным, заможным людям. Той, кто больше споживает газ. Кто больше газа споживает? Той, кто бедный, имеет двухкомнатную квартиру или однокомнатную. Или имеет высотный дом под Киевом, который споживает десятки тысяч кубов. То достаточно обманывать людей. Грязного рода спекуляциями, навколо цены и так далее. Украина, как никогда, потребует честной политики, честной разговоры. Но еще не менее важно, честных действий по отношению к себе. Почать нужно с себя. Почать нужно с верховки. С президента, уряда, народных депутатов Украины. Сергей Пасуньевич, я попробую быть очень коротким. Я слушал пана Олійника, так захопленный. Что он сказал, что приезжает миссия МВФ, что у вас всех там приезжают стипендии, пенсии, потому что нужно экономить. А теперь давайте поговорим мовою цифр. Я думаю, что категория, коллеги меня поддерживают. Дивите, названа цифра дефицита держбюджета – 100 миллиардов гривен. Держава через бюджет и государственные предприятия через закупки пропускают 400 миллиардов гривен. Запоминайте эту цифру – 400 миллиардов гривен. Из них есть разные оценки. 50% отка, вот пан Анатолий Гриценко наводил приклад, там 30% отка, да? Вдумайтесь, на двух вышках 2,5 миллиарда гривен вкрали, да? 3,5 миллиарда, да? И таких вышок, начиная от лавочек в Харьковском метро, и закинчивая щоденными закупивания бензину. Шановная влада, давайте, возможно, дефицит бюджету зменшим. Перестаньте красти. Так, безшабахно, как вы это делаете. И тогда не придется выживать пенсии, получать льгот чорнобильцев, афганцев и других социальных защитных категорий. Менше кредит. И будет все. Скажите, пожалуйста, господин Пашинский, а когда был период 20-летней истории, когда крали меньше? Был такой период. Был такой период. Державец на 6 миллиардах, где мы расследовали. И вы мали отношения до керевництва. Не мали я никакого отношения, но вопрос не в этом. Я вам объясню одну вещь. Вы знаете, государство должна бороться с корупцией, да? И в том же 2005 году, и вот мне не дожди сбрехать, было принятою система законов про держзакупьевлі. Были какие-то тендеры, была... Тендер на палату. Хвилиночку, хвилиночку. Давайте, 5-го роста появилось. Хоча би ми знали, зараз у нас побудований, в свете, стадіон, тендер з одним учасником. У нас зараз Міністерство оборони закупляє харчування, да? Ну, здавалось би, там, їжу солдатам, тендер з одним учасником. А це все корупція, корупція, корупція. Наше законодавство, навіть, відкручено назад, в порівнянні, що корупція була завжди. Але корупція ніколи не була державною політикою. Зараз на Україні корупція – це державна політика. Можна невеличкий коментар? Я трошки більше не буду так емоційно, прошу вибачення. Україна кілька разів опинялася в такій майже патовій ситуации. Проблема бюджетного дефицита. І виходила з цієї ситуації. Виходила так, як інакшого способу нема. Приводячи відповідність, доходи і видатками. Я впевнений, що зараз вийде. Єдине, що я закликаю, робити це без стресів, коли потім шокові рішення доводиться приймати. Другу рішення, яку я хотів би сказати, вона якраз стосується початку розмови, що стосується уряду, бо вона зв'язана прямо з корупцією. Я добру школу пройшов і маю підстави говорити. Якщо ми хочемо подолати корупцію, має бути проведена правильна адміністративна реформа. Коли в уряді є повно зайвих інститутів, міністерств, структур, які заважають один одному, вони не мають роботи. І вони починають придумувати роботу. Я дивлюсь зараз закони, які готують деякі міністерства, там є одне бажання. Як заставити просту людину ходити до чиновника. А це якраз те, що породжує корупцію. Якщо не буде, в уряді потрібно 12-13 міністрів. От ми там бачили величезний список віце-прем'єрів. Що таке віце-прем'єр? Бо я був і в цій ролі. Віце-прем'єр – це член уряду, який заважає працювати міністром. Заважав. Так це не в прізвищі, проблема не в прізвищі. Проблема в побудові. Знаєте, коли минулого року об'єднали міністрів, віце-прем'єра, це неправильне рішення, але це було набагато краще. Тому що забирався конфлікт. У нас економіку і керують хто хоче. У нас не одне міністерство економіки. Ви пам'ятаєте добре пресів'я? Сім'яніх дітям із глазу. Там бардак буде. Побудуйте правильно уряд, де кожен займається одну функцію. Є один відповідальний. І жорстка вертикаль. Де не буде міністерства доходів, а це буде складова частина міністерства фінансів. Бо міністерство фінансів обрізали так, що як відповідати за бюджет, коли доходи взагалі в іншому міністерстві знаходяться. І так, на жаль, у нас побудована вся система. Дякую за перегляд. Відповідал на руководячі ролі. Це вторе правительство першого срока Віктора Януковича. Якщо аналізувати, як коли-то савітологи, кремлінологи аналізували советську власть, то був Сергій Тегибко, який відповідав за соціальне направлення. Раиса Богатырєва, який відповідав за гуманітарний сектор, т.е. здравоохранення. Був Борис Колесников, який відповідав за інфраструктуру. Зараз у нас Юрий Бойко, Александр Вилкул, Константин Грищенко, три человека, в общем-то, близкі к президенту, і перший вице-прем'єр, бувший руководитель Национального банка Сергій Арбузов. Вот как вы эти персональные изменения бы проаналізували? Ну, я бы его назвал старое-новое правительство, потому что, по сути, прем'ер-министр остался прежний, и пришли на посты новые молодые, скажем так, люди, которые до этого тоже занимали посты, так как господин Арбузов очень стремительно растет, точно так же стремительно растет и господин Клименко, и господин Вилкул перешел с позиции губернатора в уряд. Ну, Валерий Хорошковский тоже стремительно рос? Да, он тоже стремительно рос. Ну, видимо, не дорос или перерос. Во всяком случае, правительства его нет. Вы знаете, прерогатива формирования правительства сегодня она в руках у президента. К сожалению, формат после выборов, который бы я хотел видеть, и наверняка он состоится в ближайшее время. Почему? Потому что все-таки мы двигаемся в сторону евроинтеграции, когда любое правительство с любыми полномочиями, кто бы его не назначал, оно будет в Верховном Совете рассказывать и докладывать о программе, которую она должна реализовывать, а не потом решать на кабинете министров, какую же они программу придумали, и когда они будут презентовать, никто об этом не знает. Вот, например, мы часть услышали, я как народный депутат, даже член большинства слышал об этом первый раз, что такая программа существует. Поэтому нет презентации, это минус только правительству, и они наверняка поправят свои ошибки. Но я хочу сказать о другом, что правительство у нас сегодня состоялось старое-новое. Персонально характеризовать мы можем только по прошлой работе, на которой они были. Господин Арбузов был в Нацбанке, и на сегодняшний день, грубо говоря, курс гривни пока что был стабилен, поэтому к нему особых вопросов быть не может. Он как человек отвечал за это направление, сегодня он должен показать себя в новом качестве. Мы о нем тоже судить можем мало сегодня, потому что они работают всего лишь буквально две недели, поэтому очень тяжело судить. Я хотел сказать о другом, что никакого значения в кризис состав правительства не имеет. Если у правительства нет программы, если у правительства нет проекта, если правительство не сможет демонстрировать эффективность, оно будет уходить. Новое, старое, среднее, смешанное, совершенно новое, оно будет меняться до тех пор, пока не будет найдена модель, которая будет Украину выводить из кризиса. И в первую очередь это очень важно как раз в 2013 году, потому что мы должны подписать соглашение как раз с Европой об ассоциации. Я считаю, что это огромная для Украины будет дата. После этого нельзя будет шалить. Я когда, помните, на вашей передаче меня спрашивали, если бы ты стал премьер-министром, кто бы был министр финансов? Я сказал Пинзенек. Но я могу сказать, что следующее, чтобы я второй раз вряд ли бы избрался премьер-министром, при министре Пинзенек финансов. Почему? Потому что он говорит правду, и всегда будет вести то, что называется необходимость, даже если она не популярна. И будет делать так, как оно должно быть. Это вот есть черта этого человека. Я знаю много-много лет, что он и ушел в отставку, и когда хлопнул дверью, сказал, что так делать нельзя, и принял такое решительное решение. У нас очень мало кто уходил в отставку добровольно в этой стране. Я хочу сказать, что 2013 год – это большой дисциплинарный для нас проект, когда Украина опомнится, и все-таки она встанет на тот поиск, который называется «реальные реформы». Я об этом говорю, и очень часто набираю минимальные баллы, потому что тоже говорю непопулярные вещи. Вопрос заключается в том, что Украина не проводила, я утверждаю, ни одной системной реформы, кроме украинской гривни. Никакой другой системной реформы за 20 лет в Украине не проводилась. Это необходимо проводить. Реформа – это затратный механизм, он требует колоссальных средств. Для того, чтобы Украина начала проводить системные реформы, мы должны евроинтегрировать, и только в семье, в большой европейской семье, мы найдем тот ресурс, который позволит Украине реально начать проводить серьезные реформы. Правильно сказал господин Пинзенек. Там это не считается внешним боргом, там это считается внутренней поддержкой Евросоюзом одной или другой страны. Например, мы инфраструктуру, если будем все время ремонтировать, мы ее никогда не построим. Евросоюз дал огромные средства Польше, которая за 8 лет полностью перестроила инфраструктуру. И это не долг, это помощь Евросоюза, для того, чтобы выровняться. Нам необходимо сегодня сделать все для того, чтобы Украина в 2013 году подписала свой дорожный план, чтобы она вошла в ассоциацию, и тогда начнется новая эра, новая эра, когда политики перестанут чесать языками, закрутят ее в узелок и начнут работать, потому что политики станут получиновниками, чиновниками, потому что за каждое слово придется отвечать. Сегодня, когда заходят европейские деньги в любую страну, уже новой Европы, они дорожат, потому что там такой контроль за коррупционными действиями, потому что там наказание будет моментально, его невозможно избежать. Для Украины нужен контроль, контроль называется такого большого коллектива, называется Евросоюз, куда она будет вступать. И в этих условиях, я уверен, за очень короткое время это государство достигнет больших результатов, потому что есть любой потенциал, как человеческий, есть высокообразованная нация, есть, скажем так, Богом, одаренная ресурсами землей, есть люди, которые умеют и хотят работать, есть молодежь, которая сегодня рвется, рвется для того, чтобы достигать у нее колоссальные амбиции. У страны есть все, у страны не хватает системы. Мы все-таки постсоветское государство, которое 20 лет решало влево или вправо. Сегодня у нас курс определен, мы идем в Европу, и нужно четко двигаться в этом направлении. И все, кто, или все, что будет мешать этому направлению, нужно его пресекать, вне зависимости от политических убеждений. Поэтому еще раз вернусь к вашему базовому вопросу, чтобы поговорить о правительстве. Я считаю, что это правительство имеет шанс показать, что оно является сегментом для достижения этой цели. У него этого срока, к сожалению, не так много, как у других было. Они должны определяться очень быстро, двигаться очень быстро, демонстрировать очень быстро, потому что контроль достаточно жесткий. Время тикает. У вас две трети поддерживают вас. И то, и другое у них. Владимир Иванович. Господин Жваня, извините, сколько вы бизнесмен, то я задам вам запитание. Бывший. Я уже 20 лет. Значит, я не знал. Значит, вы считаете, что это европейские ценности, методи и засоби просувания вперед, когда уряд декларирует бизнес-партнерство уряду и бизнесу, когда уряд заявляет, что он разработает бизнес-план для нашей страны, для ее развития. Что вы считаете, что влада должна следовать и управлять, и контролировать бизнесом, иначе приватный бизнес его не остановит. Мы это видим. Это первое. А второе, возможно, это нужно было пензеннику задать, но вы полягаете на европейский направление, интеграцию, и это у нас как заклинание, понимаете? А вот я хотел... Чи думали вы, чему Ангелия заявляет, что она будет выходить из Европейского Союза? Чему она не хочет включаться в еврозону, а работает своим фунтом? Вы не думали на это? Мы, конечно, думали. Прошу. А? В евроволюду. В евроволюду. Нет, но она заявила о том, что может провести референту по поводу выхода Англии из Европейского Союза. Ну, во-первых, тяжело сравнивать нашу ситуацию или нашу позицию и позицию Англии. И нужно учесть, что Англия – это большой партнер Соединенных Штатов. И, по сути, это Соединенные Штаты на европейском континенте, несмотря на то, что это независимое государство. И сегодня, скажем так, в рамках дискуссии об Украине рассматривать вопрос, который вы задали, достаточно сложновато. Хотя я знаю, почему Англия не хочет участвовать. Потому что она считает, что она может быть более привилегирующей в этом союзе. Ее раздражает союз между Германией и Францией, который, по сути, они называют европейским диктатом по поводу привилегий, которые они хотят вырисовать в рамках Евросоюза. Они претендуют хотя бы быть или третьими, или же выше. Ну, и плюс американское лобби, которое должно в любом случае как-то этому мешать. Но я могу и дальше потом рассказать, потому что факторов очень много, что касается заявлений Англии. Но я хочу вам сказать по поводу правительства. Я однозначно уверен в том, что нужно сегодня либерализовать все, что возможно для того, чтобы бизнес развивался самостоятельно. Я могу сказать второе, что сегодня инвестиции, пока у нас в стране существует такой налог, как НДС, и он не возвращается 85% производителей, то инвестиций в стране не будет в априори. И другие факторы приводить не нужно, потому что это является основным фактором, который сегодня... Потому что любой инвестор рассчитывает заработать доллар. Если он этого сделать не может за счет экспорта, значит он изначально инвестировать не сможет. У нас инвестиция облагается 30% налогом. То есть ты инвестировал сразу на 30%, какая же это инвестиция? Поэтому у нас сегодняшняя модель, она создана таким образом, что она абсолютно отталкивает инвестиции, а не привлекает. Это нужно реформировать в первую очередь, если мы говорим о том, что государству нужно реформирование. Вы знаете, я всегда говорю, вот тут в этой студии я бываю часто, и всегда стоят две стороны. Одна говорит, значит, нам нужно в Европу, другая говорит в Россию, третья говорит, нет, у нас есть собственный путь. Вот я за собственный путь. И только хочу сказать одно, только не за свои деньги, потому что у нас этого ресурса внутреннего нет. В так называемом уже, в той системе, в которой мы оказались. Это собственный путь за чужие средства. Не за чужие, а за системные средства, которые находятся слева или справа. На самом деле это выбор риторический. Но я считаю, что только европейский накопительный капитал даст возможность, и будучи в Европе, даст возможность системно развить Украину. Во-первых, мы не сможем за счет текущего бюджета построить глобальную инфраструктуру. Это невозможно, стоит колоссальных денег. Вы поймите, реформа это не слово, реформа это действие. И для этого действия нужны средства. Для того, чтобы поднять заработные платы и пенсии, мы не сможем за счет текущего ресурса это все делать. Нам нужно получить ресурс, который нам даст возможность, чтобы инфляция не развивалась. Масса экономических рычагов, которые должны мы это все совместно делать. Но нам нужен партнер, который нас обеспечит максимально теми ресурсами, теми средствами, инструментарием, в котором мы сможем эти реформы провести. Тогда мы сможем считать, что мы состоялись как базово состоящийся государство с твердой экономикой, а не экономикой, которая зависит от одного продукта, металла. Цена металла упала или поднялась. Вот вся страна пляшет. Я очень коротко. Мне кажется, что англосаксонская банковская система отличается от европейской, французской и немецкой системы. И право тоже. Поэтому Англія остается. И то, как решаются проблемы евро сегодня в Украине, это, как говорится, не соответствует канонам англосаксонской системы. Там происходит процесс, когда государственные банки, такие как Боргия, а они государственные, они не какие-то внутренние, они государственные. Они погашаются шляхом сплаты дотаций банкам, которым они заборговали. Это значит, что банки раздавали кредиты, а теперь им из Центрального фонда ЕС происходит покрытие этих збитков. Что-то похожее происходит в Украине. Не только нужно дефицит бюджета, этого недостаточно. В Украине нет доверия до гривней. Люди получают гроши из банковского сектора и вкладывают позабанковские доллары. И пока мы не вернемся, депозиты увеличиваются на 5%, но кредиты не увеличиваются в стране, потому что уряд их забирает. Пока банковская система сегодня не работает, до гривней доверия нет. И ключевым вопросом – это восстановление доверия до банковского сектора. Потому что именно банковский сектор является основным инвестором страны. Он диверсификает деньги в лучшей галузе. И просто так инвестиционную систему не сменишь, если нам не восстановить работу банковского сектора. Это ключевое вопрос. И, на жаль, его не ставит никто сегодня в Украине. Не оппозиция, не влада. Я могу сказать, во-первых, что самодискуссия между оппозицией и властью, она находится не в рамках профессиональной дискуссии, она находится в рамках эмоциональной дискуссии. Поэтому к этому вопросу, естественно, никто не подходил. Если вы поднимаете этот вопрос, я вам отвечу, что вы однозначно правы. Но сегодня, когда, с одной стороны, у нас евро, еврозона и Евросоюз, с другой стороны, Россия и рубль, то сегодня гривня достаточно уязвима. Она слова. И, естественно, что к ней... Она деревянная. Она не слова, она просто деревянная. Но для того, чтобы выходить из этой ситуации, нужно эту деревянную гривню держать, для того, чтобы в 2013 году, подписав ассоциацию, мы смогли как можно серьезнее и быстрее интегрировали в том, как Польша удерживает сегодня свой злотый. На самом деле, это тоже деревянная валюта, которая удерживается за счет евро. Она связана с евро. Поэтому, если мы переходим на профессиональную дискуссию, естественно, она приятнее мне, и я устал за столько лет слушать дискуссии в повышенных тонах, и с удовольствием бы поучаствовал в дискуссии, и поработал бы в рамках практицизма, когда бы что-либо толково сделали для страны. Спасибо. Борис Тимонкин. Так вот, про банки. За дело. Выступление вопрос, да, господин Оланового. Если вы, наверное, не заметили, в конце декабря тренд поменялся, да, и, во-первых, активно росли депозиты весь декабрь банковской системы, причем активнее росли вносы в доллары, в гривни, то есть, а не в доллары. У нас был мужик один принес в середине декабря 4 миллиона долларов сразу и сдал в один день, да, мы ему выгребали. Один месяц делает погоды, извините. Это тренд. Это неправильно. Когда идет атака на гривню, простите, я вас не перебивал, хорошо? Окей, спасибо. Посмотрите, введение 50% на обязательные продажи полностью номерализовало межбанковские рынки. У нас уникальная ситуация, когда население, вы цифры помните, 2011 год, население купило долларов на 11 миллиардов больше, чем продало. Блин сумасшедшего, да? При том, что 6-7 миллиардов... На 12, извините, будьте точны, на 13 миллиардов население в 2011 году больше купило, чем продало. А в 2012 году на 10 миллиардов. В 2012 статистики еще нет, скоро будет декабря, нету, да. Посмотрите, пожалуйста. Примерно 10, да? Ровно 10. Это принципиальный спор. Это очень принципиальный спор, да. Обычно население позитивный продавец валюты, да, и большую часть истории украинского государства население больше продавало, да. Ну, во-первых, я могу сказать так, что часть этого населения, это население, да. Это просто вывод нелегальной покупки денег, да. То есть у нас юридические лица и банки находятся под валютным законодательством, и для того, чтобы купить валюту, тебе нужен контракт, обязательство, да. Заплатил за границу, да, должен что-то прийти. Сумма фиктивного импорта за 2011 год у нас превысила 10 миллиардов долларов. Это ты заплатил и ничего не пришло. НДС, правильно, что вы говорите? Ну, это другое немножко. НДС это просто подпитка бюджета. При дефиците бюджета, да, когда ситуация, вот тебе нужно платить по счетам, у тебя есть деньги, которые ты, а, можешь выплатить НДС, либо заплатить какие-то счета. Сегодня Минфин что делает? Платит по счетам. Это уже другое, да, это скрытое кредитование, да, бюджета экономикой. Я говорю сегодня все-таки о гривне, да. Это во многом эмоциональная атака, да. Давайте рубанем импорт фиктивный, его можно рубануть вполне понятной мерой, да. НДС вперед. Вот принес платежку на 100 тысяч долларов за товары, и НДС сразу уплатил. Все, исчез фиктивный импорт сразу. Такой налог платить на вывод денег капитала сегодня никто не готов. Население покупка валюты. Извините, а зачем населению кэш? Ты едешь за границу, положи гривну на карточку и плати карточкой виза, мастеркард во всем мире. Причем будешь платить, применяться будет курс по курсу близкому к межбанку. Намного лучше, чем даже ты купишь в киоске. У нас сегодня очень низкий спред на покупку, там 8.11, 8.16, посмотрите сегодня в кассах банков, да. Попробуйте в Лондоне купить с таким спредом фунты. Нет, 10%. Попробуйте во Франкфурте купить евро с таким спредом. Примерная разница между куплей и продажей 8-10%. Помните, обсуждали пенсионный фонд, налог пенсионного фонда, там, на покупку, мы его когда-то отменили. Да его надо ввести, 5% на покупку, 5% на продажу, кэша, только кэша. Вот мы закроем две дырки, из которых валюта утекает из страны. Закрыл дырки, у тебя немедленно резервы начнут расти. Скажите, а почему, если это все так просто, очевидно и понятно, почему это не делается? Вот тот же термин, почему уходит доверие, глобальное недоверие к самим себе и вывод денег, всеми, да. Оппозиции, властью. Значит, выводить деньги выгодно. Это не выгодно. Ну кому-то, да. В целом, это парадоксальная ситуация, когда, как бы, я для себя решаю и себе считаю, что это выгоднее, да. А все вместе мы делаем дырку в той лодке, в которой мы плывем. Можно пару слов? К сожалению, можно, Давид? Да, нет, нельзя. Поскольку мою фамилию он упомянул. Кто? Ну, господин Тимонькин. Но господин Тимонькин, что не Всевышний. Можно? Ну, он упомянул вашу фамилию, я даже не знаю, что вы должны говорить. Нет, потому что мне нужен Анатолий Гриценко у микрофона. Не надо. Хорошо. Можно еще пару слов? Анатолий, подождет. Так иди встань рядом, мне ничего страшного. Я буквально пару слов. Вы сказали о том, что банки являются основными инвесторами. Сегодня банки перестали быть основными инвесторами, что очень высокие ставки кредитования. И банки перестали быть вообще инвесторами, потому что по 23, по 30 процентов, ну, что может финансировать? Какая промышленность может выживать? Поэтому основная задача как раз это понижение кредитной ставки. Да, вот, и не население, это система банковская должна стать, потому что население это плохой инвестор, на самом деле, сегодня, который является. Потому что он несет гривню тогда, когда 25 процентов мы его выплачиваем. Вот почему он несет гривню, потому что это ему выгодно. Но на самом деле, эта гривня никаким образом не является донором для экономики, потому что ее никто не может брать. Ну, это уже такой отдельный тренд, по которому можно поговорить. Спасибо за внимание всем. В принципе, вполне конструктивный разговор. Почему нету никакого конструктива в политике? Новый уряд старевых выгод. Я не буду зараз говорить очень долго про новый уряд, только хочу обратить внимание на одну обставину, которая свидетельствует о том, что Викторий Анукович интегрует в Украину не в Европейский Союз, а в Донецкую область. Зменився же насправді не только уряд, кредитство Верховної Ради, силовики. Подивите, мы чувствовали эту проблему, но масштабы ее не видели. А я подивлюсь на ней ширше. Президент Донецкий, премьер Донецкий, перший віце-премьер Донецкий, спикер Донецкий, глава Нацбанку Донецкий, генпрокурор Донецкий, силовий блок, министр внутренних справ Донецкий, отец Министерство податково-збори, в якому є податкова міліція, правоохоронний урон Донецкий. Далі, голова Вищего Конституційного суду, це інша гілка влади, Донецкий, Вищеадміністративного суду, Донецкий, Вищегосподарского суду, Донецкий. І можна продовжувати. Хіба така бідна Україна? При всій повазі до Донецької області, до Шахтарського краю, мій батько Шахтар, але Віктор Федорович АУ, є ще фахівці нормальні в Харкові, в Черкасах, в Сумах, в Одесі, в Києві трошки є, врешті-решт, на керівних посадах, в усіх гілках влади, а далі по вертикалі те саме. Уже жартують, каже, бомжи по Донецьку бояться ходити, бо їх хапають на керівні посади. Це неправильно. Це неправильна кадрова політика. Я бажаю цьому уряду успіхів, хто б там не був. Їх призначив і не в коїч, він за них відповідає. Тому що успіхи уряду – це наші. Провали – вони всі відчуваються. Я не буду зараз говорити про макропроблеми, їх висвітлив Віктор Пензенек і далі в дискусії. Я хочу проговорити про ті речі, які насправді поза межами тотальної корупції, поза межами дефіциту бюджету, які лежать в іншій площині – відповідальності, професійності і моралі. Які можна і маємо вирішувати, не говорячи про надмірні якісь кошти або взагалі про їх наявність. От тут все – діти і їхні батьки. Я теж спробую говорити через проблему дітей і батьків і на своїм власному прикладі. От діти, на жаль, приблизно 50% не мають шансу на робоче місце. У батьків аналогічна ситуація, тільки дехто вже заробив собі пенсійний стаж. Старших батьків, пам'ятає, такого в нас не було. Був навіть закон за туніятство. Змушували йти працювати. Ось що створили їм. Це, до речі, одна з ключових тем, яка піднімалася в Давосі. Тому що там була одна дуже цікава панель, хто бачив, а хто ні, подивіться, в Ютубі є. Яку очолював Генсіек ООН, брав участь прем'єр Британії. Був Білл Гейтс, була Королева Єрдані і інший серйозний спікер, які піднімали тему цілі розвитку тисячоліття, які були затверджені в 2000 році, їх вісім, які завершуються в 2015 році, далі поновляться. Так от, серед них ключові. Це боротьба з бідністю, це доступ до якісної освіти, яка дає конкурентну професію для робочого місця, це доступ до медицини, хоча б первинної, це боротьба з епідемією небезпечних хвороб і інші речі, які люди відчувають власне в своєму житті. Бо ВВП то далеко, то за крамородіне. Так от, давайте через призму цього поговоримо на власному прикладі. Тиждень тому мій батька, місто Ватуті на Черкаській області, стрибає тиск, викликає швидку допомогу, а він лежить понад 2,5 роки вже, на жаль, на морфії і не може підніматися. Лікар каже, ну йому треба вийти на вулицю погуляти, походить. Він не ходить, 2,5 роки не піднімається, не може себе обслуговувати. Якість медицини, так? Два місяці тому мій малоший син Гліб на велосипеді упав, зламав руку. Я бачу, що він зламав. Приводимо до лікаря, рука напухла. Каже, це вивіг, зробіть рентген. Не треба мені диктувати, я знаю, ви знаєте свою професію, я свою. Ну я батька, повели до іншого, зробили рентген, перелам. А як би послухали? У мене 10 років тому, коли порвав зв'язки на футболі, робили операцію. Причому в серйозній клініці була клінічна смерть. Бо хтось тупо взяв атаку з розетки вилку витіг і вентиляція примусово легень припинилася, я був під наркозом. Все, не було б. Я це до того приводжу, що це не проблема нинішньої злочинної влади, а всіх попередніх таких самих, яка переходить в площину недоступності елементарної медицини. Так, є скільки клінік, яких є доступна якісна медицина. В одній з них зараз Луценко. Але там один день – це місячна зарплата середня. І людині вона недоступна. Господин Гуценко, я вас довжу вже преривати. Зараз я про інше, про освіту скажу. Я довго чекав. Значить, моя освіта, як батька, була конкурентною. Я навчався в середній школі маленького місцечка, 20 тисячного, в Атутіно-Черкасської області. Зміг потім. Навчався в Штатах, в Нідерландах. І вона була конкурентною. Зараз 55 років, і знайду собі робочі місця, як би захотів. Я залишуся в Україні і вас закликаю, але знайду. А чи знайдуть мої діти? Я вчився, домашні задання виконував, півгодини максимум. Мої діти і молодші старші сидять до надзяти. І їх знання, я викладач 8 років, не глибше, ніж були тоді. Шансів у них отримати робочі місця немає. Я не кажу, що десь, а в нашій країні. Ми не можемо зараз знайти не те, що топ-інженерів, не можемо слюсари нормально знайти. Не можемо плитку покласти нормально. Зруйнована ця освіта. Подивіться, в нас 800 з лишнім вищих навчальних закладів різного рівня. Вони потрібні? 100 максимум. Оце те збістовне завдання, яке має вирішувати уряд. Незалежно від того, там, кошти все решта, тому що уряд задає стандарти. І він має дотримувати ті стандарти. І провести атестацію, налагодити навчання – це все можна зробити. Так, спасибо. 30 секунд реклами, і ми продовжимо. Зачем у нас 30 секунд реклами? Так, прямой ефір, 1-й національний ТРК «ЭРА». Ізвиніть мене, господа участники, але я хочу все ж з цією аудиторією завершити дискуссию. У нас редко бывають родители і діти. Я вам задам вопрос, який вже давно рішен. І Верховна Рада вже приняла решення, що йдемо в Європу. І президент сказав, що йдемо в Європу. В общем, все йдуть в Європу. Як ви вчитаєте, Україна должна йти по европейському пути, чи все ж искати місце в Російській Федеріцію? Ви голосуєте, а пока ми посмотрим на то, як аудиторія Фейсбука, ось около 10 тисяч людей, голосували на вопрос, верите ли ви, що Юля Тимошенко причастна к убийству депутата Евгения Щербаня в 96-м году? Нет 72%, не знаю 14%, да 14% – це Фейсбук. А що касається і портала, національного портала «Укрнет», 22 тисячі, из них 65% считають «нет», не верят, 13% не можуть сформувати точку зрения, потому що не знають і чесно об цьому говорять, і 22% считають, що «да», причастна. Ось так наша аудиторія інтернет-зрителей, а що касається наших... Номер 35, ще раз проголосуйте, пожалуйста. Номер 89, ще раз. Ще раз. Да, 89, ще раз. Ну не... Так, покажіть мені результат. І так, Європа чи Росія? На цей вопрос. Інтересно, є ли разногласия в семіях по цьому вопросу? Где мама і папа думають так, а сін і дочі думають інакше? По одному, не, 50-50. Так. Итак, 2%. В нашем случае... Подождите, 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 подождите. В нашем случае, да, 2% – это один человек, так як їх 50. Поэтому ми понимаємо, що це один человек, да? Що касається родителів, ну, с дітьми все понятно. Ну, с дітьми самоубийцей. Ну, родители... Нормально. Пять человеків. Значит, там 5 человек. Хорошо. Значит, я щас буду искать не того, который хочет в Российскую Федерацию, а наоборот. Кто у нас из родителей считає, що Российская Федерация? Ну, так хто із родителів? Никто не признається. В Россію хотим, але никому об этом не сказали. Тайна голосування. Що ж ви хочете? Номер 92. Встаньте. Щас к вам дадуть микрофон. Вы считаєте, що все ж Российская Федерация – це правильно? Я случайно перепутала. Піднімайте паски. Хорошо. Значит, і родители перепутали. Але хоч один родитель, який считає, що Российська Федерация – це правильний партнер для України. Це партизанский краї. Нічого не вийде. Ладно. Ну, хорошо. Так, я приглашаю в студию Злату Огневич. Злата буде представлять Україну. Злата буде представлять Україну на Евровидении 2013 в Швеції, як известно. Злата, пожалуйста. Злата, я... Знаете ли вы, вы, наверное, знаете, да, что если бы Владимир Высоцкий был жив, ему бы сегодня исполнилось 75 лет? 25 января. Что-нибудь посвятите ему? Я расскажу маленькую предысторию. Мне на день рождения подарила мама музыкальный проигрыватель. У нас в доме были разные пластинки. Это и заграничные, и классика, и джаз. И вот одной из моих любимых пластинок была пластинка именно Владимира Высоцкого. Я заслушала до дыр ее, и любимая песня на этой пластинке была песня про друга. Мы ее знаем. Давайте споем. А если кто-то умеет свистеть мелодию, то вы мне поможете. Хорошо? Если друг оказался вдруг, И не друг, и не враг, а так, Если сразу не разберешь, Плох он или хорош, Парня в горы тяни, Рискни, Не бросай одного его, Пусть он в связке в одной с тобой, Там поймешь, кто такой. И кто-то свистеть умеет? Давайте, давайте. Там поймешь, кто такой. Я не умею свистеть. Именно после этой песни я очень захотела научиться, Как же это свистеть? Ну, к сожалению. А я вам говорю, что кинофильм вертикально, Если кто не знает. В кинофильме, а свистеть они свистят только на рабочем месте, Верховной Раде. Значит, смотрите, вы выиграли конкурс на исполнение саундтрека К международному мультфильму Никита Кожемяка. Да. Об украинском сказочном герое. Авторы песни тоже украинцы. Михаил Некрасов и Сергей Гаврилов. Мировой прокат. Фильм выйдет уже в этом году. Да. Весной мы очень этого все ждем. Всей командой, Всей творческой командой, Кто работал. И вы нам исполните саундтрек? Да, я исполню для вас саундтрек К первому международному мультфильму Про Украину. Називается он «За лісами, горами». Аплодисменты 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 Рис на земле Рис на земле Рис на земле